МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского района. Сегодня в выпуске вы увидите. Глава Ленинского района Валерий Венцель посетил социальные объекты в сельском поселении Булатниковское. Электромассаж и с помощью постоянного топа вводим лекарственные лечить вам. Сходите к врачу. В субботу состоится первый в этом году единый день диспансеризации. Мне нравится эта идея. И быстро, кстати, и всякие очереди. Концерт хора «Павловские узоры» в музее-заповеднике Горки-Ленинске. С, два, три, четыре! Глава Ленинского муниципального района Валерий Венцель продолжил объезд территории сельского поселения Булатниковское, накануне он лично проинспектировал работы на пяти объектах. Глава посетил строящиеся школы и поликлинику в деревнях Боброво и Дрожжино и два детских сада. Во второй день поездки Валерий Венцель побывал в микрорайоне Бутово-Парк. Здесь также в приоритете вопросы социальной политики. Тему продолжит Максим Козлов. В размеренную жизнь лечебного заведения в микрорайоне Бутово-Парк визит главы Ленинского района Валерия Венцеля вносит легкое оживление. Заведующей врачебной амбулаторией Елене Зинатулиной есть что показать. Здесь установлено самое современное оборудование. В настоящее время к поликлинике прикреплено более 7 тысяч человек поселения Булатниковское. Коллективу есть чем гордиться. Врачебная амбулатория Бутово-Парк была сдана в эксплуатацию 2 сентября 2016 года, а уже в 2018 она заняла первое место в конкурсе «Лучшая поликлиника Московской области». Главе рассказали о работе неотложной помощи, способах записи на прием и дальнейшем сопровождении пациентов. Продемонстрировали принцип работы некоторых современных медицинских аппаратов. Электромассаж и с помощью постоянного тока вводим лекарственные вещества. Мы можем делать сочетанную методику, то есть импульсные токи плюс ультразвук, для того чтобы сократить время воздействия и пребывания пациентов здесь в кабинете. Обойти пришлось немало. Поликлиника находится в четырехэтажном здании. Здесь работает несколько отделений, и она рассчитана на 200 посещений в сутки. В ходе своего визита Валерий Венцель пообещал любую организационную и административную помощь в решении задач, стоящих перед коллективом поликлиники. Ощущения просто очень позитивные. Перед визитом мы не волновались. Мы же вроде как привыкли встречать гостей, все-таки высоких, так скажем, начальников. Но показалось все, что хотел, все показал, все рассказал. После посещения поликлиники Валерий Венцель отправился по адресу Бутова парк, дом 22. В торговом центре администрация заключила договор аренды на помещение площадью 152 квадратных метра. Здесь в скором времени будет открыт отдел МФЦ «Мои документы». Собственник взял на себя обязательство провести все ремонтные работы. В настоящее время готовится пол под заливку стяжки и идет перекладка коммуникаций. Мы надеемся, что к маю месяц, к майским праздникам мы сможем сделать хороший подарок местным жителям. Это открыть дополнительный офис многофункционального центра «Мои документы» МФЦ. Планируется разместить там пять окон приема и выдачи документов полного цикла. То есть документы будут там и приниматься, и обрабатываться. И жители будут получать там готовый результат госуслуг. В конце поездки глава района провел встречу с местными жителями. Местом общения стал кабинет директора Бутовской школы номер один. Традиционно все обращения граждан глава брал на карандаш и каждую проблему рассматривал подробно. Когда остановились на очереди, да, в социальной, наверное, была одна ситуация. Сейчас прошло время, ситуация другая. Давайте мы еще раз разберемся, и тогда в течение недели вам отредали. Хорошо? Хорошо. Инспекцию социальных объектов и объектов инфраструктуры Валерий Венцель осуществляет на постоянной основе. Максим Козлов, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видный ТВ. Новости правительства Московской области. Ветераны-афганцы из Подмосковья и члены их семей получат единовременную выплату в связи с 30-й годовщиной вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Размер выплаты для ветеранов боевых действий и инвалидов из числа военнослужащих составит 10 тысяч рублей. Для ветеранов из числа гражданского персонала – 6 тысяч. Для членов семей погибших ветеранов – 4 тысячи рублей. На эти цели из бюджета региона выделят более 142 миллионов рублей. 16 февраля в субботу в Ленинском районе пройдет единый день диспансеризации. Принять участие в нем смогут все желающие, чей возраст в 2019 году кратен трем. Всего за пару часов можно посетить терапевта, пройти обследование и сдать основные анализы, которые помогут подтвердить или опровергнуть наличие серьезных заболеваний. Подробности в нашем следующем сюжете. Всеобщая диспансеризация в нашей стране стартовала в 2013 году. И с тех пор, по данным Минздрава, профилактические медосмотры прошли более 87 миллионов россиян. В прошлом году в Ленинском районе с целью обследования поликлинику посетили почти 10 тысяч человек. По результатам проведенных анализов и исследований, более 2-3 из этого числа были направлены на дообследование и уточнение диагноза. Многим из них удалось обнаружить серьезные заболевания на первых стадиях и вовремя начать лечение. По данным диспансеризации, за 2018 год хорошая выявляемость онкологических заболеваний, потому что в скрининг и диспансеризации входит маммография, определение кал на скрытую кровь иммунохимическим методом. Во всем мире растет заболеваемость колоректальным раком. Благодаря диспансеризации в прошлом году удалось обнаружить новообразование у 137 наших земляков. Причем 31 человек узнали о своем диагнозе впервые. Но лидеры в списке заболеваний, конечно же, болезни системы кровообращения. Они были обнаружены у более чем 6 тысяч человек. Для того, чтобы не пропустить начало опасной болезни и вовремя принять меры, медики советуют обязательно найти время для диспансеризации, которую следует проходить один раз в три года. В 2019 году в ней могут принять участие те, чей возраст кратен трем. По субботам ежемесячно проходят единые дни диспансеризации, когда человек может прийти в любое время с 8 до 13 натощах, и мы в полном объеме возьмем у него и анализы, и обследования, которые входят в скрининговый метод диспансеризации. Активнее всего приходят на диспансеризацию люди среднего и преклонного возраста. И это правильно считают медики, ведь с годами риск развития таких серьезных заболеваний, как рак, гипертония и сахарный диабет, существенно возрастает. Я уже, наверное, раз в третий или четвертый, поэтому тут, я думаю, эта идея вообще нормальная. Может быть, на ранних стадиях что-нибудь там и вылечит. Мы же как идем-то, когда уже прихватят. А так вроде бы... Мне нравится эта идея. И быстро, кстати, без всяких очередей. Ну, каждый год, да. Каждый год проходите. Почему вы считаете, что это важно? Ну, чтобы знать, наверное, свои заболевания. В этом году первый единый день диспансеризации приходится на 16 февраля. Пройти обследование можно как в Видновской поликлинике, так и в семи амбулаториях Ленинского района. При себе необходимо иметь полис и паспорт. Екатерина Борисова, Владимир Бижонов, Видное ТВ. Избитая мужем, с маленьким ребенком на руках, она оказалась на улице. Без денег и родных морозной зимой ей все-таки удалось выжить, благодаря неравнодушным людям. О добром доме расскажем в нашем следующем сюжете. Любовь в жизнь Анастасии нагрянула 6 лет назад. Брат возлюбленный красиво ухаживал. Ради него она уехала из родной Молдавии и поселилась в Подмосковье. Однако после рождения ребенка избранника будто подменили. Мужчина оскорблял женщину и дома, и на людях. Заводил случайные связи на стороне, а потом и вовсе стал распускать руки. Он стал просто извергом. Он постоянно кричал в доме, постоянно уже дошло до того, что летела вся посуда. Ни мне, ни ребенку не давал отдыхать. Последняя капля это было то, что он мне начал так вот хватать за плечи, бить сильно об стену. В итоге она взяла ребенка и сбежала из дома. Ну куда деться в чужом краю без денег и родственников? Как показывает практика, в подобных случаях женщины вынуждены вернуться назад, к мужу, где снова терпят побои и оскорбления. Но эта история стала исключением. Знакомые сказали, что помочь могут в храме Тихвинской иконы Божьей Матери в поселке Измайлово Ленинского района. За эту возможность Анастасия и ухватилась. Я уже сама залезла на сайт храма, позвонила, мне уже передали номер телефона Людмилы Георгиевны. Вот так вот мы созвонились и она прям говорит, а когда вы вот на можете приехать? Так она оказалась в православном социально-реабилитационном центре Тихвинской иконы Божьей Матери Булатниковского поселения. Двухэтажная особняк, когда-то принадлежавший графу Головкину, теперь пристанище для тех, у кого семейная жизнь дала трещину. Причем едут сюда женщины со всей России. В Новосибирске мы были никому не нужны, здесь нас приняли. Я очень благодарю Людмилу Георгиевну за все и простите меня за эмоции. Людмила Георгиевна на плечах этой маленькой женщины и держится этот приют, больше похожий на гостиницу. Семь номеров с евроремонтом, кухня на двух этажах и даже продукты питания в холодильниках. Все это она. Ей помогает и администрация, которая в прошлом году выделила деньги на ремонт, и прихожане храма. Они несут сюда все, чем, как говорится, богаты. Два раза центр получал губернаторскую премию, но средств все равно всегда не хватает. Мы живем за счет прихода. И, конечно, хотелось, ну помогают люди, там в Москве мне дают продукты, овощи, фрукты. Здесь в области мы получаем молоко, творог. Кому как-то вот, ну, помогите, помогают. Людей очень много, которые хотят оказать помощь, но не знают, кому и как. С этой целью Людмила Саратовцева обратилась в общественные организации Ленинского района. На ее письмо откликнулся молодежный парламент. Ребята взялись организовать информационную поддержку. Для тех, кто тоже хочет помочь реабилитационному центру, мы опубликуем телефон, электронную почту Людмилы Георгиевны в социальных сетях молодежного парламента. Вы сможете с ней связаться и узнать, что нужно приюту и как им помочь. Жилье и питание – это еще не все. Тут способствуют в получении алиментов и оформлении развода, да и просто сочувствии. И соседство таких же товарищей по несчастью дорогого стоит. Михаил Решетов, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. На сцене концертного зала научно-культурного центра музея заповедника Горки Ленинский выступил хор русской песни «Павловские узоры», исполнив всеми любимые песни. Наш корреспондент Анастасия Воронина побывала на этом концерте и расскажет подробнее. Народный коллектив «Павловские узоры» был создан в 1972 году. Уже на протяжении многих лет хор совершенствуется, обновляется, возрождает песенные традиции и переносит их в жизнь современного общества. Каждая песня рождается, она идет изнутри. И в народе всегда говорили, нужно петь нутром. А если внутри тебя ничего нет, пустота, то ты ничего и не исполнишь. Поэтому вот эта вот какая-то наполненность внутренняя, вот эта вот любовь, прежде всего, к народной песне и друг другу в хоре, вот это мы и дарим людям. На исторической сцене музея заповедника Горки Ленинский артисты исполнили лирические и обрядовые произведения, частушки, а также всеми любимые народные песни. Участники хора являются хранителями старинных игр, забав и обрядов. Не случайно на своих концертах они проводят некий интерактив, выводят из зала зрителей, приглашают потанцевать, погружая их в атмосферу русской культуры. Егору Машихину нравится народная музыка, поэтому, узнав о выступлении коллектива «Павловские узоры», он, не задумываясь, пришел послушать любимые песни. Большинство песен, которые они исполняли, они, скажем так, есть такие вот народные, очень занудные, а здесь они вот именно на слуху такие мелодичные, веселые, большей частью. То есть вот это, конечно, очень хорошо. Большинство из этих песен я сам знаю. Несомненно, после этого концерта народный коллектив приобрел много поклонников своего творчества в лице местных зрителей. Душа у них поет, совершенно молодая, и танцуют, и зал веселят. И, конечно, просто надо благодарить, благодарить и благодарить таких самобытных народных артистов. А впереди у коллектива «Павловские узоры» много планов. Выступления на фестивалях, участие в творческих встречах, а также, конечно, обновление репертуара. Анастасия Воронина, Владимир Бижонов, Видное ТВ. И о погоде. Завтра также будет около нуля градусов днем, а ночью похолодает до минус семи. Пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный – пять метров в секунду. На сегодня это все. Желаю вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин